Греческая трагедия Ну и напоследок, конечно, стоит поговорить более конкретно о какой-нибудь одной греческой трагедии. Выбрать, с одной стороны, очень сложно, но, с другой стороны, может быть и очень просто, потому что, по крайней мере, с легкой руки двух человек, разделенных большим временным промежутком, мы знаем, какая главная греческая трагедия. В поэтике Аристотеля недвусмысленно, почти в каждом слове, это преувеличение, разумеется, звучит мысль о том, что лучший греческий трагик из трех великих трагиков – это Сафокл, а лучшая греческая трагедия из всех греческих трагедий – это Эдип-царь. Ну или царь Эдип, как его чаще называют. Надо сказать, что и в этом одна из проблем с восприятием греческой трагедии. Парадокс заключается в том, что мнения Аристотеля, по всей видимости, не разделяли Афине ни V века, когда царь Эдип был поставлен. Мы знаем, что Сафокл с этой трагедией на состязаниях трагических проиграл, что афинские зрители не оценили царя Эдипа так, как его оценил Аристотель. Но, тем не менее, Аристотель, который говорит о том, что греческая трагедия – это трагедия двух эмоций – страх и сострадание, он говорит о царе Эдипе, что всякий, кто прочтет хотя бы строчку из царя Эдипа, одновременно будет и страшиться того, что произошло с героем, и сострадать ему. И в этом смысле он, безусловно, оказался прав, потому что рассуждение о том, каков смысл этой трагедии, как мы должны воспринимать ее главного героя, виноват Эдип или не виноват – это тема, которой уделили внимание практически все великие мыслители. Где-то лет 20 тому назад была опубликована замечательная статья одного американского исследователя, в которой он скрупулезно собрал мнения всех, начиная, не знаю, с Гегеля и Шеллинга, кто говорил, что Эдип виноват, кто говорил, что Эдип не виноват, кто говорил, что Эдип, конечно, виноват, но невольно виноват. В итоге у него получилось четыре основные группы позиций, три вспомогательные группы позиций, а не так давно была опубликована нашим соотечественникам, но по-немецки, огромная книжка, которая так и называлась «Поиск вины», все посвященной тому, как интерпретировали царя Эдипа за века, прошедшие с его постановки. Ну и вторым человеком, конечно, стал Зигмунд Фрейд, который по понятным причинам посвятил немало страниц, хотя и не так много, как казалось бы, должно быть, тоже Эдипу царю, и назвал эту трагедию, с одной стороны, образцовым примером психоанализа, с той лишь разницей, что психоаналитик и пациент в этой трагедии совпадают. Эдип выступает и в роли врача, и в роли больного, поскольку сам анализирует себя. И, опять же, тот же Фрейд писал о том, что в этой трагедии начало всего – религии, искусство, морали, литература, истории. Иными словами, что это трагедия, опять-таки, на все времена. Тем не менее, эта трагедия, как я уже говорил, ставилась в конкретное время и в конкретном месте, и об этом тоже не следует забывать. Трагедия была поставлена между 429 и 425 годами до нашей эры. Это очень важное время в жизни Афин. Это начало Пелопонесской войны, которая в итоге приведет к падению величия Афин и к их поражению. Только что в Афинах прошла страшная чума. И поэтому, когда трагедия открывается хором, который приходит к Эдипу, властвующему в Фивах, дело происходит в Фивах. Но трагедия, как я уже сказал, как и всякая трагедия, это про Афины, поскольку это ставится в Афинах и для Афин. Так вот, когда говорится о том, что в Фивах мор и пророчество Аполлона заключается в том, что причиной этого мора является тот, кто убил прежнего царя Фив, Лая, то, конечно, аллюзии на совсем недавнюю чуму в Афинах, выкосившую много граждан, в том числе и совершенно выдающийся граждан. Во время этой чумы гибнет Перикл, политический лидер, с которым связано именно величие и процветание Афин, символ некоторым образом афинской демократии. И потому не случайно Эдипт-царь постоянно связывается, и сам образ Эдипа связывается с образом Перикла. И одна из проблем, занимающих интерпретаторов трагедии, это ассоциируется ли Эдипт с Периклом. Если ассоциируется, то как и каково отношение Софокла к Эдипу, а значит и к Периклу. Вроде бы Эдипт ужасный преступник, но с другой стороны он одновременный спаситель города прежде, и как мы увидим, и в конце трагедии. Опять-таки на эту тему написаны тома и тома, но важно понимать, что опять же те вечные проблемы начала искусства, морали, литературы, истории, религии и всего прочего соотносились с конкретным временем, конкретными событиями, конкретным образом. Точно так же, как и само название трагедии, а по-гречески буквально она называется Эдипт тиран. Греческое слово тюранос, которое, собственно, русское тиран, в действительности, конечно, это слово обманчивое, его нельзя переводить как тиран, и не переводят, как вы видите, из всех названий русских, и не только русских. Потому что слово тиран у нас обладает очевидно отрицательными коннотациями и обладало таковыми, по всей видимости, и в Афинах V века, потому что Афины V века как раз гордились своим демократическим устройством, то, что здесь нет власти одного, что, как я уже говорил, все граждане так же, как решают, кто лучший трагик, так и решают, что лучше для государства. В афинском мифе изгнание тиранов из Афин, произошедшее в конце VI века до н.э., это одно из важнейших, так сказать, идеологем, и поэтому вроде бы название «Эдип-тиран» это название скорее отрицательное. И действительно, Эдип внутри трагедии ведет себя, упрекая своего Шурина, Крионта, в заговоре, которого нет, упрекая прорицателя Тиресия, который говорит о страшной судьбе, которая ждет Эдипа, тоже как подкупленного прорицателя. Кстати, надо сказать, что когда Эдип и его супруга, и, как потом окажется, мать Иокаста, рассуждают о мнимости пророчеств, и в частности, как говорит Эдип, о их, так сказать, политической ангажированности, это тоже связано с реалиями Афин V века, где прорицания, оракулы были элементом политической технологии. У каждого политического лидера были чуть ли не свои прорицатели, которые специально, так сказать, под его задачи истолковывали или даже сочиняли пророчества. Так что даже такие, вроде бы, опять же, вневременные проблемы отношения людей с богами через пророчества имеют вполне конкретный политический смысл. Так или иначе, с одной стороны, это очень плохо, но с другой стороны, те же самые Афины, и мы знаем это из других источников, например, из истории Фукидида в середине V века, сами назывались, например, своими союзниками, тиранией, а именно единовластьем, которое управляет отчасти демократическими процессами, мощным государством, которое объединяет вокруг себя союзников. И в этой мощи и, так сказать, организованности, стоявшей за этим понятием тирания, безусловно, чувствовались и положительные аллюзии, положительные коннотации. Иными словами, Эдип в этом смысле это как бы символ Афин и, опять же, вот той опасности мощной власти, которая кроется в любой политической системе. Таким образом, эта трагедия, с одной стороны, политическая, с другой стороны, конечно, это трагедия важнейших тем. И главная эта тема знания и незнания, которая является ключевой. Эдип, с одной стороны, мудрец, который в свое время спас Афины от страшной сфинксы, потому что она по-гречески женщина и была женщиной, разгадавший ее загадку. Именно как к мудрецу приходят к нему хор афинских граждан, фиванских, извините, старейшин и юношества, прося его спасти город. Именно он заявляет о необходимости разгадать эту загадку убийства прежнего царя и разгадывает ее на протяжении всей трагедии. Но одновременно он и слепец, не знающий самого важного, не знающий, кто он такой, кто его отец и мать. Он в этой стремлении узнать истину игнорирует все, что говорят и предупреждают его окружающие. Таким образом, мудрец, который не мудр. И в этом смысле это оппозиция знания и незнания, одновременно и оппозиция виденья и слепоты. Слепой пророк Тересий, который разговаривает вначале с видящим Эдипом, все время говорит ему буквально «ты слеп». Эдип в этот момент видит, но не знает. Тересий не видит, но знает. Замечательно то, что по-гречески виденье и знание это одно и то же слово. Слово, кстати, заключенное и в имени самого Эдипа. По-гречески знать и видеть оида. Это тот же корень, который заключен с точки зрения греков в имени Эдипа и многократно обыгрывается. Зато в конце, когда Эдип наконец узнает, что именно он убил своего отца, что именно он женился на своей матери, он, обладая этим страшным знанием, ослепляет себя и тем самым ставший наконец подлинным мудрецом теряет зрение, предварительно сказав, еще когда он не до конца знает, что слепец, то бишь Тересий, был слишком зряч. Таким образом, вся трагедия построена на чрезвычайно тонкой игре, в том числе и игре словесной, окружающей имя самого Эдипа, игре вот этих двух тем, знания и зрения. Причем они внутри трагедии образуют некоторый такой своеобразный контрапункт, они все время меняются местами. И с этой точки зрения трагедия оказывается чрезвычайно тонко выстроена, и действительно, будучи трагедией знания, именно поэтому становятся трагедией на все времена. При этом само истолкование смысла трагедии оказывается, опять же, двойственным. С одной стороны, Эдип, самый несчастный человек, о чем поет хор, он оказался ввергнутым из полного счастья в несчастье. Он изгоняется из собственного, ну, еще не изгоняется, но потом будет изгнан из собственного города. Он потерял собственную жену и мать, которая покончила с собой, его дети плотен цеста. Все ужасно. Но с другой стороны, парадоксальным образом оказывается, что Эдип в финале трагедии торжествует. Он хотел узнать, кто его отец и кто его мать, он узнал. Он хотел спасти город от... Он хотел узнать, кто убил Лая, он узнал. Для чего он это хотел сделать? Он хотел спасти город от чумы, от Мора. Он спас. Город спасен. Эдип обрел то, что самое важное для него, обрел знания ценой невероятных страданий, ценой потери собственного зрения. В этом залог цельности, поразительной выстроенности этой трагедии на всех уровнях, от сюжетного до словесного. В этом безусловный залог ее величия в протяжении веков. В этом одновременно ее и литературный, и политический смысл, ибо опять-таки это демонстрирует вот эту двусторонность власти, связанности власти и знания. Другое дело, почему действительно афинская публика, как мы говорили вначале, не оценила царя Эдипа. Быть может, именно потому, что это одна из самых интеллектуальных трагедий. Трагедий, где на известном сюжете, кстати, в который, по всей видимости, Софокл внес некоторые изменения, Эдип, например, раньше не ослеплял себя, а внутри Софокловой драмы ослепление – это естественный финал. С одной стороны, и поражение, и победа, как я уже говорил. Вот этот интеллектуализм трагедии, очень сложная, так сказать, запакованность внутри нее различных тем, быть может, оказался слишком сложным для афинской публики V века. Именно, кстати, за этот интеллектуализм наверняка и ценил, прежде всего, царя Эдипа Аристотель. Так или иначе, но царь Эдип в любом случае воплотил основной смысл и основной месседж, что ли, греческой трагедии. Это, прежде всего, интеллектуальный опыт, который соотнесен с опытом самого разного свойства, от религиозного и литературного до политического. И чем теснее эти разные смыслы взаимодействуют друг с другом, тем удачнее, по крайней мере, и тем важнее для последующих поколений, а, наверное, и для поколений современной греческой трагедии, ее смысл и ее эффект. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok